День выходной, но столько и сразу журналистов, даже будни не собираются. Вместо избитого штампа яблоку негде упасть, говорим топор негде поставить. Те, кто рубит правду, собрались поколоть дрова. Наталья Эйсман, кстати, в день своего восьмилетия в должности, зачитала приветствие от президента. 7 ноября день подарков. Уникальный объект для всей страны под патронажем главы государства открыт накануне. БНБК. Мы в мировом клубе биотехнологических компетенций. А сегодняшний подарок от первого. Первый в стране, а скорее всего и в мире, чемпионат по колке дров среди редакций. Первенство и тимбершоу. Эстафета для 22 команд, представляющих центральные региональные СМИ и выступления профессиональных лесорубов. Ну, в овации и восторг зрителей привел мастер-класс от первого. Поддержать правдорубов Александр Лукашенко приехал лично. Более сотни участников, далеко не все дровосеки со стажем. Поэтому совет от главы государства более чем кстати. Ну, какое еще? Президент Мири раздает бесплатные мастер-классы. Вот даже имени-то хоккеиста учат ставить колонну. Бери, бери. Динамо выиграли, да. С трудом. Вот, держи. Направление трещины. Да. А это без кувалки. Ближнюю, дальнюю. То есть здесь есть какая-то специальная технология? Ближнюю. Ближнюю дальнюю. Нет, ближнюю. Тут надо ближнюю. Важна не только сила удара, но и техника исполнения. Когда наш президент рубит дрова, щепки не летят. Справедливый и вдумчивый подход во всем. В рубке тоже. Поэтому и Умка держалась рядом. Привыкла. Ей не прилетит. Хотя многие соседи уже мечтают об этих самых дровах. Похолодание отношений с Минском и Москвой чреваты. Ты поставишь и будешь европейцам рубить дрова. Так точно. Поможем им бесплатно. Путин пообещал им зерно бесплатно, а мы им дров. Сколько нужно. А если серьезно, латыши там уже скамейки начали рубить на дрова. Ты видел? Поэтому надо просто, это уже не шутка. Если кто-то из латышей хочет заготовить дрова, там они очень дороги. Пожалуйста, к нам бригады. Мы им выделим место, пускай вырубают этот сушняк и рубят на дрова. Правильно? Так точно. Погибших дров виситых. Латышей, литовцев и поляков к нам пусть рубят на дрова. Сами. Это услышит у них весь мир. Мы передали. Это бизнес. Будет для них хороший бизнес. Автоматическая железная установка поколки дров с президентского подворья белорусского производства. С праздничной щедростью Александр Лукашенко подарил ее лесникам. Самому-то ни к чему и колунами справляется. Кстати, Европа действительно наломала дров, а президент со своим другом детства нарубил их им. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моровецкий не замерзли. Эти кадры облетели весь мир. Например, на саммите ШОС, организации, объединяющей полмира, прям это видео восхищенно обсуждали журналисты из разных стран. Мол, молодец белорусский батька, а первого там так и называют. Поэтому журналисты Пула не могли сдержаться, чтобы не присоединиться к президентскому челленджеру. Вот ты, конечно, косить и рубить умеешь, так ты и хочешь это устроить. А что Ксюша будет делать, если она топора не видела? Я не видела, вы не переживаете. Я все за тем хорошо. Ну, хорошо, мы придумаем что-то для журналистов такой конкурс. Сказано, сделано. Несколько бревен, ограниченное время, при этом важен размер полена и правила, которые нарушить нельзя. Например, положение тела. В общем, это целая наука. Честно, в первый раз держала топор в руках. Но здесь это целая наука, как оказалось. Это не просто берешь и выкладываешь силу, рубишь и все. Это быстро устанешь, растратишь всю энергию, результат будет не очень хороший. Поэтому мы прошли несколько тренировок, еще индивидуально тренировались и нас обучили прям конкретно технике, то есть как это должно быть. Поэтому я думаю, что мы так хорошо подготовлены. Состязания длились порядка трех часов. За это время участники успели пройти несколько этапов колкой борьбы. И не только в личном, но и в командном зачете. На площадках журналисты национальных СМИ, региональных газет, блогеры, представители ведомственных редакций. Правила нами разработаны определенное положение по проведению данного мероприятия. Три у нас номинации. Это колка дров мужчины, колка дров женщины и переруб бревна мужчины. Ну и конечно же эстафета, как же без нее соревнования. Были команды, что выставили самых выносливых сотрудников редакции. Водителей, сборная блогеров, даже профессиональных спортсменов пригласила. СТВ была верна условиям конкурса. Еще вчера в кадре с микрофоном, сегодня с топором. Вчера в прайм-тайм рубили словом, сегодня колуно. С топором и пилами в руках можно было увидеть именитых журналистов. И не только мужчин, но и представительниц прекрасного пола. Впечатления незабываемые. Конечно, очень волнительно, потому что на площадке присутствует президент. Очень ответственно. Хотелось показать самый лучший результат. Я думаю, что нам это удается. Мы молодцы. Старался, главное, технично сделать, чтобы там по 10 сантиметров и так далее. Ждем результата. Молодец наш капитан команды. Выбрал первое место. Команда супер поддерживает. Главное не победа, главное корпоративный дух. На эстафету вышел и босс столичного телевидения. У нас сегодня команда такая сплоченная. В наших авторах рубрик, который рубит не только топором, но еще и пером в эфире. Да, и это наш политический ответ нашим недоброжелателям. Пускай приезжают в Республику Беларусь и забирают наши дрова. В принципе, можно в целях как гуманитарная помощь. У них там сложно с этим, но мы им в этом поможем. Я думаю, что эта новая традиция, которая должна продолжиться и в следующем году, может быть с большим размахом. Сегодня такая первая спонтанная инициатива, которая пошла, как вы знаете, от главы государства, которая поддержана различными сообществами нашей страны. Пара недель назад Минская область колола дрова. Сегодня журналисты со всей страны. Наверняка другие организации тоже проводили этот челлендж. Но в следующем году, наверное, мы увидим уже масштабное мероприятие по колке дров и по подобным активностям. Праздник, чемпионат, даже личная помощь президента. Я же тебе говорил, засудят. С вами не получится. Ну, две-три. Ну, молодец, ты же не можешь проиграть. Но судейство оказалось беспристрастным. Все по протоколу. Минский облсполком и столичное лесохозяйственное объединение подготовили прекрасные праздники, такие же призы. Самый заветный топор с автографом первого у Минской правды. Символично. Мы здесь, в Беларуси, все рубим правду.